Такой искусственный дождь сбивает хлор, связывая его в водный раствор. В детском саду Василек, поселка Уташ, сегодня особая игра. Чтобы помочь взрослым, нужно что-то повторять за ними, а где-то просто слушаться. Дети знают, кто эти люди в форме. Про них минимум раз в месяц им рассказывают воспитатели. Допустим, по пожарной безопасности строим домик, там животные, пожар, не дай бог, произошел. Что нужно делать в этом случае с животным? Пожарники приезжают, вызываем пожарных, тушим и так далее. В общем, все в игровой форме. В детском саду около 60 воспитанников. В случае реальной чрезвычайной ситуации их будут вывозить на автобусах. Так как сегодня все понарошку, то все просто немного в них побыли, чтобы уже через несколько минут снова вернуться к играм. В принципе, временные рамки уложились, без паники, нормально. Дети отреагировали хорошо, сделали это в форме игры. В принципе, персонал детского садика нормативы выполнил. В соседней 24-й школе такая учебная сирена звучит по одному разу в каждой четверке. И все понимают, что здесь она может означать в том числе химическую опасность. Что делать в этом случае, школьники также знают. Мы выходим на самое высокое место местности нашей. В оригинале мы должны добежать до воинской части. И там нас уже дальше будут распределять по определенным местам. А на данном этапе мы останавливаемся на высокой местности. У нас здесь стадион. Он очень высоко находится над местностью. Если хлор стелится внизу, остается внизу, мы спасены. Около 130 учащихся возвращаются в классы. Здесь не скрывают, отдельные недочеты в действиях есть. Но именно учения помогли их выявить. Спасатели отмечают, что год от года навыки персонала становятся лучше. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.